Вот такие масштабы были, ты понимаешь? Обалдеть, обалдеть. А сейчас всё в часах, да? А сейчас всё уже, да. И здоровье твоё, и вычислений, банковских счетов. Компьютер фактически. И базу там уже просят часы. Сейчас даже смысл какой-то компьютер дома, когда можно всё это в обычном часах или в смартфоне в таком-то часах. Страшно делаю. Самое главное не сообщаю. Я, Илюшка, сейчас тоже должен изучать новое. Степенно начали контактировать. За 10 лет настройка всё изменилась. Так ты говоришь, что Илюшка, когда приехал, сказали, у них ещё такого не было, что Илюша знал. Это тоже безвредно. Когда вот его же взяли, говорит, у нас всё равно какие-то электромагнитики. Он же самоучка, он же не кончал, он же закончил пик. В смысле, этот наркоз. Ну да. А всё остальное, он сам... Когда он это... Принесёт вот такие 3-4 книжки. Я даже не вижу, что... Знаешь, вот это прочитать за несколько дней. Если он на английском языке не будет. И Зак и не откроет их. Идёт экзамен, сдаёт, представляешь, вот этот вот, который по интернету вот эти сертификаты выдаёт. То есть, когда ты всё это прочитал? Так же, как вот и говорил, вот это... Олимпиаду, как он выиграл, который вот это... Это же вообще... У него же дома не было этого... В девятом классе у них только-только-только информа... У них же с английским языком. Как он назывался, вот, программы? Не айлся? Как Аксель или что? Акселс. Акселс, да, назывался? Ну, короче, представляешь, детские книжечки у него были до этого дома. Представляешь, он там как давно их почитал, я не видел. Но вы держите, извините, около... В школе полгода прошло, их даже компьютерам этого... Болгарскому даже не подпускали ещё. Человечество... Мравцу, да, он даже не подпускали. Держите хоть в кармане... Учёвка спрашивает, кто пойдёт на олимпиаду по программированию по компьютеру? Улюшка, ты сейчас пойду. А мы-то знали? Температура 38,5 или 6, там, не помню. Мы его вот сколько за руки дотащили, да, это. Не очень так. До олимпийского этого... Короче, два дня олимпиада, он не знал, как включить. Ну, там, это... То есть он ещё крутил-крутил, как-то включил, короче. Обалдеть! Написал программу, через... Короче, в лево, и нанял второе место. А где гарантия? Вот так вот. Ну, уже тогда надо купить ребёнку компьютер. Придётся покупать. Придётся покупать. А тут сколько шило-шило-шило-шило-шило-шило. По 10 долларов складу мы, короче говоря, купили моего компьютера за 1200 долларов. Принесли расплачиваться, а там по 10 долларов... По доллару, по 5 долларов, который за копейки... Решило-шило-шило-шило-шило. Представляешь, вот это. Он, как на паперте... Где вы не собирали, да? Так как нельзя вот это всё поменять. И вот это вот... Короче, купили ребёнку с зубы. Только у детей. Как у них были компьютеры? И вот тогда кто-то видел и нацелет. Ой, ты не принимал это. Не принимал. Не подошёл к компьютеру. Колька оскорбился. Он сказал, я к этому компьютеру. Он три года не подходил к нему. Николай Георгиевич. Да. Ну, он приверженец традиционных методов. Ему же надо такое, чтобы купили вот такое, заквали. И он продолжил папину, так сказать, традицию. А тут ему раз поставили вот такое. Как? Но дело не в этом. Короче, ребёнок, значит, у него и у детей Олегов. Короче, какой-то очередной олигарх у этого... У Илюшки в классе позвал к себе там что-то с программой разобраться, с компьютером разобраться. А сам Гоан, когда мы купили этот самый... В то время ещё сотый какой-то там этот, не сотый, помню этот. Нет, там четырёхсотый мне. Ну, короче говоря, он свою программу... Сейчас я проверю, какие задачи. Причём мы сколько. Идём, когда он... И ты решил эти задачи? Он говорит, да. Короче, и этот решил. Он рассказывал, какие задачи были. Это решил. Короче, он свою задачу там набирает. То, что у него там Каправец считал полчаса так и не досчитал. Здесь жих. Это Болгария. Да, жих. И у него сразу ответ, говорит, не может быть. Я, говорит, сейчас в десять раз или в сто раз эту программу свою замедлил. Опять жих. Ответ тут же. Секунд. Короче, сидит он у ребёнка, олигарха. И там что-то переводит ему с английского языка. Вот это. Этот мальчик, который приедет папаша. Мальчик, папа, да. Армянин какой-то, олигарх. Он уполнен. Однажды. Папаша спрашивает. Мальчик, а ты, говорит, в какой школе учишься? В такой же, как и ваш сын. А в каком-то классе. В таком же классе. А кто у вас педагог по английскому? Да тот же самый. Я вот клянусь, ни одного часа репетитора, что мы в школе не взяли. У них двоевушки, двоевушки, один педагог по английскому был. Причём этого я с боем засунула в этот класс английский. Тогда у них была дура, дура, дуры. Двойка по английскому. Классная звонит в третьем классе. По английскому у вашего сына намечается двойка. А у трюшки намечается двойка в четверг. Почему он на факультативной не ходит? Ну да, они начинают. Он на подательство. Обычная сестера. А Илюшка везет. Я три года я дура, дура, дура и по английскому. Но я сидела с ним три года. Карточки с этой стороны напишу. С этой стороны ответ. Показываю ему английские слова. Значит, мы с ним изучаем. Всё, что все эти задания в классе. Три года я с ним сидела каждый день. Занималась английским языком. Прихожу к этой к Ларине Львовне. Говорю, Ларина Львовна, у нас двойка в четверг. А, у нас тоже это Ларина Львовна. То у Андреевича тоже. Была? Да. Дура, дура и абсолютно идиотка. Я говорю, я не настаиваю, что он знает на пять. Причём Илюшка пробегает, говорит, он всё знает. Почему у него два? Я говорю, откуда я смотрю? Он всё знает. Это создаёт ситуацию. Ну, это не специально. Я говорю, я не настаиваю, что у него даже четыре. Но то, что у него тройка железная может быть. Я говорю, я вас уверяю, отнеситесь к нему повнимательнее. Я говорю, спросите его. В следующей четверти у него пять. Вот так, с двойки это. Просто мама открыла рот. Пришла, да, правильно сделала. Как у нас по истории Андрюха Завида? Ну, уже хорошо. Андрюха, историк уж такой, прямо это самое. А кто у вас историк, наша знаменитая? Андреа Завида, Хамзеевна. 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 Ой, взятошность. Ой, какая она. Вот это взятошность. С двойки на тройку ребёнок перебивался. С двойки на тройку перебивался. Тут его дома что не спрашивай, он всё знает. Всё знает. Он мне ещё в подросток что-то там расскажет. Таких родителей, чтобы у двоечки. Нет, он вообще историк. Как и пойдёт, что получил? Три или два? Два. А что это? Я говорю, ну ты хоть руку тянуешь, ты как-то исправлять собираешься. А она меня не вызывает. И короче, у неё это тянется, тянется. Пока вдруг раз, тройка в четверти. Ничего себе. Понимаешь? Я бы как крыла пошла. Класс здоровенный, она пока их всех просит якобы. Ну там школа раздутая была, девяносто первая. Да, там классом описал человек. Девятый класс. Сдаёт экзамены, значит, по истории. Я там где-то там в коридоре ошиваюсь, значит. А у Вариласов отец как раз Советов Анасич умер. Ну, короче говоря, надо туда, значит, съездить. Вроде как это надо последнюю дань отдать. Я, значит, срываюсь, уезжаю, потом возвращаюсь. Оказалось, еле-еле мои, и он, и его дружок тоже получают тройки. Лучшие ученики в классе у него. У этой, как её зовут, забыл, Камзаевна. Ладно, подхожу к ней и говорю. Галина Камзаевна, помог? Да, 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 помог Галина Камзаевна. Галина Камзаевна, говорю. Я говорю, понимаете, я просто хочу узнать. Я никаких претензий к вам не имею. Я просто хочу узнать, у ребёнка вся жизнь впереди. Понимаете, такие ситуации. Причём в Одессе. Он что, разволновался. С дипломатическим подходом. Да, он разволновался. Говорит, что с ним надо психолога, может быть, нанять, чтобы стрессовые ситуации вот это избежать. Я говорю, что могло... Вы знаете, это два лучших ученика в моём классе. А в чём мне рассказывают? Так какого же ты станешь? Мне рассказывают. Значит, я уехала, а перед этим, значит, это... Все дети вылетают, какая-то, один за одним. А, значит, этот Илюшка зашёл, один выходит, второй выходит. А он говорит, что тянет один берет. Нет, всё неправильно. Тянет второй берет. Короче, несколько берет вы тянет. Нет, всё неправильно, это отвечает. Он говорит, мама, я отвечаю всё правильно, потом мне расскажут. Ну, короче, цирк, я не могу понять, что случилось. А наша химичка знаменитая, как её, это ваша? Рашина Равильевна, которая ещё больше взятых нет. Она классная. Говорит, ну что вы хотите? Все заплатили, а вы нет. Вот как иду кексом. Но она мне так и сказала. А он у вас не ходит на мои факультативные домашние. Ага. Я говорю, ну вообще-то в состоянии сами его, это самая история-то, слава богу. А сейчас вообще она, по-моему, деградировала эту школу. Короче говоря, Илюшке я ни одного рубля не платила. А с Андреаном на выпускные экзамены я сказала, хватит издеваться над моим ребёнком, я заплачу. Но только не мучить. Так как мучили Илюшку, я говорю, я просто не допущу этого, чтобы вот так издеваться над ребёнком. Представляете, по всем предметам она и торжествует. Так это наша Рашида говорит, удивительно. А нет, не Рашида, математичка была у тебя классная. Ещё та же самая взятая. Как это вы заплатить решили? Вот так я сказала. Только не мучайте его. Так их прииздевались. В девятый, в десятый класс нам надо было, значит, они должны были сдать экзамены. И вот эти какие-то тестирования, не тестирования, не знаю что. У нас на музыкалке была наливайка, ну, у меня тоже, мамка, Людка, наливайка, а дочка Анька. Анька, наливайка. Анька, наливайка вообще. Там вот вообще вот. Нет, я её хорошо помню. Абсолютная. Дура абсолютная, понимаешь, что это вот. Людка у меня спрашивает, Тань, ты будешь платить? Я говорю, что у меня ребёнок, иди, вот что ли, чтобы я за него платил. Нет, говорю. Короче, говорю, алюшке, говорю, что ты без взяток поступишь в десятый класс, значит, я тебе компьютер куплю. Ужас, шкура взятки. У нас вообще такого не было. Представляешь, вот это рубля не платила точно. Короче, я, наверное, тестирование сдаю. Приходят эти, двенадцать нет, час нет, в шесть вечера приходит ребёнок. Говорит, и шля, оказывается, Анька, наливайка проходит на ура. Посмотришь, в списке. Мама проходит в дорожку. А, значит, да, а Шульгина, как раз которая тоже рубля никогда не платила, значит, Анны, и Илюшку, значит, класс не берут. Тут уже пошли все учителя глотку драть за Илюшку. Короче, они Илюшку отстояли, а Шульгинская так и до сентября и ходила. Да, 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 слушай, вообще ужас. А тут просто за Илюшку уже учителя пошли глотку драть. Какая мафия, какая вообще корома. Жуть! Жуть! Ну, мы хорошо Андрюху в девятом классе перевели. В полдевятом класса он уже тут до полдевятого отучился, потом мы перевели его туда. Конечно. Это же невозможно. Причём перевели его в гуманитарное отделение. Класс. И там немецкий надо было. Там два языка. Английский, но английский. Нет, да немецкий-то ладно. Короче, он по этим предметам сплошные пятёрки у него. Вот так. Без всякой проплаты. Да, вот, вот, вот. Неужели где-то у нас ещё без денег? Акраса можно было. Мне кажется, у нас в школе тоже мы не платили ни копейки. Но зато, но зато с английским у нас проблемы идут. Ну, зато, как я боролась за английский. Чтобы перевести Андрюшку в этот класс вот этого Эдуарда Николаевича, Эдуарда Юрьевича, кто-то забыл уже, Юрьевича, по-моему. Да, я к нему, значит, подхожу, говорю, его не берут. Говорит, но я всё равно в Россию через год уезжаю. Говорит, нам года хватит. Нам хватит года. Значит, ну, я ничего не могу сделать, я человек маленький. Короче говоря, класс расформировывает. Кто платил деньги, идёт, значит, к этой, к Ирине. Как там Ирина Анатольевна, что-то, не помню уже. А? Ирина Николаевна. Да, математичка, взяточница главная. Значит, это те идут, значит, это, кто бабки платит. К ней, а кто бабки не платит, 10-й Г-класс какой-нибудь, Д, не знаю, какой-то. Ну, а мы его, значит, туда. Я сказал, мы туда не пойдём. Короче, говорю, у нас замостовка. Ну, я его, когда Арчиевич поставила цель, я его туда воткнула. Ну, значит, это, ходим-ходим по всем инстанциям туда-сюда, нас не берут. Понимаешь, вот это. Ничего не могу сделать. Ну, короче говоря, неделю, значит, 10-е сентября мы ещё в школу не ходим, мы подстуем. Ну, значит, вот я говорю, 91-я вообще. Ну, короче говоря, в итоге у них появилась новая директриса. Я потом к этой директрисе сошла. Говорю, у нас, говорю, был Илья Николаевна. Илья, говорю, в этом классе учился. Он, говорю, гордостью школы был. Говорю, в итоге, значит, он в Америке школу заканчивал. Говорю, этот будет не хуже, говорю, вашего, вот этого, говорю, просто. Ну, короче, она своим ростчиком пирать засунула его. Ну, мы бастовали, по-моему, уже полчетверти, да? Да, Илюшка, говорит, вернее, Колька, говорит, Тань, ну, может, уже пойдём в школу. Я говорю, нет. Потом, значит, Андреан уже подходит мамы, ну, пойдём уже в школу. Я говорю, да я не я, я ватканул его всё равно туда. Да у нас с первого класса уже не заладилась. Мы ещё когда-то в первый класс готовились, Илюша-то раньше на год пошёл, а у нас в первый класс уже это Ольга Павловна набирала. Ой, Падловна. 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 Ольга Падловна. Да. И, в общем, это самое. Насколько она простая была девка, когда мы вот с детьми бегали, да, вот это самое. Это какая сволочёга, как учитель была, просто... И мы ещё, я с ней, она говорит, да какой вопрос ко мне, это морфозы. Ко мне, ко мне, говорит. А потом Андрюха приходит буквально, ну, первые полгода, да, говорит, мама, что такое олигофрены? Я говорю, ну, это вот такие вот. Она говорит, он говорит, мы приходим, и она сразу, говорит, первая начинается урок. Вы дебилы, вы олигофрены. Вы понимаете? Да, в первом классе. Потрясающе. И вот эти ротики откроют свои. Вот, а был один Искандер, который вот так всё время с открытым ртом, у него слюни текут. Дебил. Дебил. Ой. Самый лучший ученик. Самый лучший. Уже у него родители какие-то шешки. И она всё время говорила. Вот смотрите, говорит. Вот, как его, я уже забыла, это Искандер, да, или... Искандер. Искандер. Вот Искандер мне принёс... Вот помните, как наша Раша, заслуженная учительница вот эта, Снежана Денисовна. Мы видели, мы Искандер. Вот один к одному. Вот посмотрите, Искандер принёс мне баночку кофе, потом на следующий день. А Искандер принёс мне Сникерс. Я очень Сникерсы люблю. Какой ужас, боже мой. Вот, и вот наши приходили, говорит, мама, а тогда же только начались вот эти все папа, там, Сникерсы мы, Ольге Павловне, Сникерсы должны принести. Вот уже тогда вот началось. Какой ужас, а. А была наша дворовая. Да, без полбанки тут не очень. Нет, я-то, я-то, я-то к ней вхожу в дом был, она же камняшица. Да, да, я помню, что она у нас сегодня. Да, она во дворе-то вроде нормально, а как вот, как в школе всё равно. А в школе мы вообще, нет, она ко мне, причём я ей сказала, если кто-нибудь в школе. Который узнает, что ты у меня шьёшься, ты ко мне больше не придёшь. Ой, ну да, как так можно. Но дело не в этом. Сидит она, ты представляешь, мне принесли бутылку водки родители. Я что, алкоголик? Они не могли мне принести коньяк? А-а-а. Вот уже так, да, как себя. И каждый раз к ней придёшь, 8 марта, она начинает разбирать эти подарки. Значит, это вот, ой, это. Ну, ладно, давайте за водку, за коньяк, за всё, что можно, всё хорошее. Давайте за Андреану. Андреан, давайте за Андреану. Адреану, да, за ребенка. Мы за тебя сейчас, костик, костик за тебя, точно. За его светлое, так сказать, это путь и будущее. Все, твои школьные годы твои вспомнили. Да, ну это твой день, школьные. Да, ну это не все, так что ты не думай. Да, ещё, извините. Да, а вот у нас бутылка. Давай, давай, наливай. Ой, Танечка, можно я? Нет, когда Ольге Падловне надо было со мной расплачиваться, она начинала плакаться, что её денег не шло. Я сегодня не могла заплатить даже за троллейбус. Ой, бедная. Она, наверное, не его накопила. А я завтра. А ты, я могу там кого-то пригласить? Я говорю, ну если она платежеспособна, тогда можно. Она может заплатить за троллейбус. Она тогда, ой, а как ты думаешь, я платежеспособна? Я так обиделась, она говорит, да, чуть-чуть просто. Танечка, можно крестить с ней? Давай. Звездная мамашка сразу. Звездная мамашка. Да, давай. Звездная мамашка. Звездная мамашка. Можем? Вот что я хочу тебе сказать, мой дорогой. Ну, это что-то у нас сначала чопнует, потом тост. Ну, ладно. Самое главное. Вот все мы, все мы будем, как говорится, молиться, всегда не перестаём молиться о своих, как говорится, о своём ближайшем окружении, о своих родных, о друзьях, чтобы у них счастливо. Складывалась жизнь. Ну, вот ты видишь, как... Вот все уже развелись, друзья. Поэтому, ну, хорошо, пусть это... А вот ты не смотри на плохие примеры, смотри на хорошие, на хорошие смотри примеры. Вот. Что есть ещё такое на свете. В общем, будем, как говорится, молиться, уповать, чтобы Господь тебя послал на твои пути жизненные хорошую половинку, хорошую девочку. И чтобы она вот так вот сидела с нами, влилась сюда, как прям свой родной человечек, и с нами за столом. И без кирпича, без кирпича. Вот, всё. Давай вот за это вот. Да что, чтобы у тебя судьба сложилась хорошо, вот прямо чисто человеческое. Ну, в Украине, знаешь, как говорили, может, и сейчас, говорят, чё-нибудь человек не пьёт. Або больной, або подлюка. Крицели так что-то. Ага, давай, 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 за половинку затворил. Ой. Ну, у нас, я говорю, Вадик тоже же долго-долго, помнишь, мы всё рассказывали, то там, то, ой, да там в электричке едут, там все курят. Мы говорим, ну, ты едешь, девчонки едут. Ой, они все курят, они все матерятся, они там то, они там всё, и всё-всё никак. Потом вот этот вот Донецк начался, а, вот, 14-й год, да, из Донбасса понабежала, и вот в интернете. Значит, и вот, что не это, не, как говорится, всё из Донецка, из Донбасса. Ага. Ой, и туда они в дельфинаре пошли, и сразу, говорят, они начинают говорить, а у тебя деньги, квартира, что у тебя есть, что... Сразу, говорят, на материальные рельсы переводят. Ой, да. Это, говорит, и вообще... Да, из Донбасса, да? Да, все это самое. Как вы это самое. А ты сейчас, Тань, послушаешь, что они говорят, мы надеемся, что мы будем жить лучше. Ага. А, ну да, конечно, конечно. Понимаешь, никто не сказал, что там что-то вот это, вот какие-нибудь морально-энергетические соображения. А вот мы духовных детей воспитали. Да, духовного никак. А вот мы у нас такие ценности, приоритеты в семье, вот такие духовные, как наш, нашу папу с мамой нас воспитали. Вот мы их тоже. И вот как вот им с такими... Я к тому, что вот Андриан, вот как бывает в жизни, вот я говорю, тоже вот, ну, считай, энергетика-то нашего дома. И Илюшка, я считаю, что сейчас вот второй раз будет сложно. Да. И вот тоже вот, и все они, это самое, он уже, ой, я разуверился, ну, и всех. Говорит, идите, мол, из Ташкента сколько ему тут это все, дедушки, бабушки там всякие, это самое, говорю. Вот там внучка, там это, там все сватали. И все вот никак, все, то они морду, извиняюсь за выражение, воротят. Ну, Васька же скромный такой, он не такой же... Вот, вот именно скромный, вот скромный, е-мое, я хотел сказать, это скромный, но это скромный. Пойдем туда-сюда, ну, не любитель там по кабакам, по этим дискотекам. То же самое. Вот. А потом вот так вот раз, тихо-тихо, вот с какой-то... Он говорит, все, пишу, она говорит, а я все на даче, а я... Он говорит, ну, субботу-воскресенье встретимся, а я все на работе. А я субботу-воскресенье там на дачу к родителям, там, или с родителям. Он говорит, что-то какая-то тоже, говорит, попался на дачу, да на дачу. А потом раз, встретились, и это куда-то вот пошли в Царицыно. И Вадик говорит, вот там музыка заиграла, вот просто как... Это, говорит, в одночасье какое-то. И вот там же вот, ну, как Царицыно парк, а там вот этот фонтан вот такой, и цвета музыка. Царицыно, да. Да. И вот, говорит, и что-то, говорит, холодно было. И что-то мы говорим, давай потанцуем. Вот они говорят, Васька никогда у нас в жизни не танцевала. У нее двойка по ритмике, это всегда у нас как-то стеснительный был. А тут, говорит, мы потанцевали, и все. И уже вот она, вот, видимо, что-то она почувствовала в нем. Да, да. Такое, что он домашний. И что он этот приличный, и что не такой... Нашел свою половину. Да, нашел. И ей тоже, девчонке тоже уже за 30 лет было, да? Да это не важно, это то, что... Ну, считай, вот, если считай, он 78-го, а она 80-го. Нет возрастного ценностей для брака, нет. И все, и вот как-то это самое, как говорится. Чтобы свои были, вот свои души. И сразу раз, и буквально через 2-3 месяца уже и, как говорится, с Ваську содрали. А когда же еще у вас, ты говорила, верующая такая? Да, вот она верующая. Ой, хорошо, тебе и повезло, я считаю. Духовная девочка, вот верующая. Вот он и сказал, говорит, здесь мама говорит, да. Тут, говорит, или вот такие, во все тяжкие, или, говорит, шибко верующая. А тогда... Из двух злого, говорит, нужно меньше. Миша, а ты не злой, считай, это духовной девочке, это очень хорошо. Да, хорошо, конечно. Она все четко понимает роль жены, роль матери. Она понимает, что такое грех. Да, вот это вот, да. Вот это, слава Богу, слава Богу. Так что вот, видишь, как случается. А то тоже до 36 лет мы уже думаем, вот у меня, Вадь, да уж уже есть ли смысл дальше тебе это... Ну вот это вот хорошо, что он знал, что на даче, а эти что, из коробочки в коробочку, из коробочки в коробочку. Работа, дом, работа. Пока там, Гора, Пророса. Нет, нет, нет. Правильно, религиозы соблюдают. Нет, нет. Ну это ладно сама, но она эту сейчас, внучку, ну в смысле... Девчонку таскает. Девчонку с собой таскает. Вот это и пандемия, говорю, ну что вы шатаетесь по этим церквям? Вот они болезни, вот она не понимает. Ну дай Бог себе. Ну так и получилось. Вот папаша у них точно за что-то... Папа, что у нас же этот самый, да, умер, вот папа ее, молодой мужик, 58-го... Он вообще никуда не ходил, сидел все, он только их в церковь привозил на машине. У меня Илюшка сходил в Вильбурне в церковь православную, как посмотрел, что там все... Вот это вот плохо, вот это единственное, так сказать, минус. Как ее не приведет с этой церкви, а даже это самое... Смотрю, Марина, то кашляет, то чихает, то это самое... Это малютка. Как жуда, как оближет эти все там это самое... Нет, 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 не надо. Ну сейчас вроде это в школу пошло, а же в первый класс пошло, так что слава Богу. Нет, сейчас, может, два телефона, это не мой. Кто шашлычок тут? О, какой... Вот, ребята, вы знаете, это... Вот, вы знаете, что Танюшка все время... Вот эта курица вообще безмазонная, Таня. Ой, вот еще неизвестно, что, какая сноха попадется, не будешь из этого сам... Она говорит, да, надо еще заслужить, у снохи-то хорошей зекрой будет. Думаю, господи, вот у вас сыны самостоятельно живут на отшибе, и вы все время дорогие гости. И все время все. Таня, поэтому я считаю, что вот самое главное, чтобы своя была вот такая, пришла тут, вот не Света понравилась. Она в первый раз пришла сразу, как хозяйка, так это со стола, это на стол, это никого ничего не спасло. Ну, потому что она воспитана уже... Нет, у Илюшки в доме всегда был хлам, и он этот, перед тем, как надо быть, хозяева должны проверять его дом уже, там два раза в год проверять, у него недельное разгребание этого хлама. Да, 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 там вот ходят, это... Сейчас стерильный порядок у него в доме. Светочка там где-то букетики поставила, где-то камешки какие-то, в вазочках, где-то это... То есть она уже с детства... Ну, сегодня хозяю придут, скидку сделают. И он сейчас свой дом жалит. Да. Я говорю, то есть это с детства, у нее уже эта закалка была вот этого... Нам очень понравилась Света. Таня, а ты Свету видела? Я не видела. Я как раз... А, ты же не видела. Она прогуляла. Я же как раз... Я видел, да. А Витя понравилась, что же он говорит, да, это хорошая девчонка. Да, он еще Таня сказала, говорит, у тебя есть какая-нибудь подружка или сестренка? Да, да. Она советская такая, нам понравилась Света. Да нет, просто это... Она вошла в эту дверь, она тоже, говорит, боялась идти, говорит. Ну, конечно. Пошла в... А когда я вот эту косу, волосы вот эти, по поясу вот этот хвост, увидела, говорю, какие волосы. Все, это свои. Все берем. А глаза же зеркало души, она как глаза все распахнула и начала тут хозяйничать. Ой, вот это все. Это не вот это, мы же и ту знаем, первую тоже. Ну, да. А та что, парикмахерша или что? Да. А, сейчас, говорит, Илюшка должен был оформить Каролинке паспорт. Да, уже. Короче, все документы подписал, все сделал. Значит, разрешение у Камилы подписала, она, значит, согласие свое дала. Ну, и, значит, из этой фирмы, которая этим занимается, этот офис, которым занимается этими паспортами, должны, значит, время от времени проверять. Значит, это, они звонят Камиле, значит, спрашивают, вы давали разрешение на паспорт ребенка? Она говорит, ничего я не подписывала. Короче говоря, сейчас у Илюшки, значит, светится так, чтобы грозит ему то, что он дал ложные показания. А что она не скажет, то, извините, пожалуйста, подписывала? Я говорю, о, идиотка. Как была при идиотке, так она ею и отсталась. Представляешь? Но она не со зла, она просто забыла, что она подписывала. Ну, это когда, да. Укус исправить ситуацию. А, да, так дело не в этом. А у Илюшки, значит, сейчас чувствую, что он там подделкой документов занимался. А сейчас же ему свету оформлять надо. Представляешь, опять все это. Ой, Господи. Опять она говорит, со светом можно. Светом заходить. Да. Представляешь, вот такой, как была дура, и тогда она дурой и осталась. А мать ее здесь? Или неизвестно? Ну, вот вы знаете, я все время думаю, что такое... Мать здесь, да. Что такое брак? Вообще, что такое... Я помню с вами. Хорошее дело браком не назовут. Я помню с влюбленной глаза Илюшки. Вот эти дети мне, особые дети для меня, конечно. Как он на нее смотрел в влюбленными глазах. А я смотрю, дура, дура. И вот она вот. Слушай, мне обменяешься несколькими фразами. Мы-то уже как-то умудренные опытом. Все прочее. Ну, Танюшка тоже, конечно, ну все, любовь. Но я думаю, как такие умники? Он со мной много раз советуется. Такие умники. Как могут таких должен являться? Он же хотел жениться еще раньше. Он со мной посоветовался вот такие-такие ситуации. Я, значит, ему разъяснила, что это дело твое. Дело брака, это твое. Как ты сочтешь? Ну, вот, говорю, вот в этих, в этих, в этих, в этих ситуациях она себя показала очень, значит, не по-человечески. Ну, и, значит, это в итоге, значит, брак расстроился. А хотя уже он был засватан. Понимаешь, вот вроде как он ее засватал, кольцо подарил, было все на воде. И была там, да было я уж, как ее звали. Юля, что ли? А? Юля, Юля. Андреа, все, я уже забыла. А там страшная история была, а там меркантильность была полнейшая. А он случайно оставил в крюченых? Ушел. Попал в кафе. Случайно. Не случайно. Не случайно. Ну, короче говоря, он оставил свой телефон и поставил на запись. Что они там работают? Понимаю. А сам пошел, вышел. Ну, короче говоря, это, когда они увидели, что, оказывается, шла запись, они ему сказали, Сад, ты в ней немедленно, он еще не успел послушать. Ну, а Илюшка, дескать, при них сделал вид, что стер, а сам же не идиот. Конечно. Значит, он может это, откуда ты эту запись вытащить, об этом, понимаешь? В итоге, когда послушал, ну, короче говоря, враг расстроился. Когда он сам, несмотря на моих, ты сам услышал, что там происходит в этом семействе. Короче говоря, вот так. Мама говорит, говорит, ты кольцо, говорит, это заберу. Я говорю, слушай, мужик, и куда ты его, ну, своей следующей бабе подаришь? Я говорю, пусть она это кольцо носит, каждый раз вспоминает, и у себя на жопе волосы рвет. Да, если мы не научим, то научит. Мне дам Тимон, говорит, мама, вот почему ты мне, когда меня воспитывала, не сказала, что только родители все делают детям бесплатно, а у остальных людей нужно за все платить. В общем, когда я маленький был, надо же мне было так. Нет, речь шла по-другому. Почему я, не ты именно, почему родители вообще своим детям не придевают. Помолчи. Такую мысль, что ничего бесплатно не бывает. Дети привыкают к тому, что родители им бесплатно дают. Хотя, возможно, родители подсознательно, несознательно от них ждут в будущем. Пенсию себе выращивают. Или их общество требует, чтобы они детей вскармливали. И дети с этим пониманием, что бывают вещи бесплатные, могут от другого, от чужого дяди взять бесплатно. Вот это вот плохо. А косы, видишь, все детям, все. И поэтому ты сказала ему, ты что, собираешься другую бабе это кольцо? Оставь это кольцо. Я говорю, пусть она увидит кольцо, и каждый день на жопе заведует. Вот, да, это ей как укор. Ну, если подарил, то подарил. Нет, я даже не в этом не надо, на говне-то себя это. В общем, столько моментов каких-то деликатных в жизни, да, которые только мы родители. Да, и Бог. Ну, тогда в то время еще ему 20 лет был, еще молодой был. Ну, правильно, Таня. Сейчас он уже собаку съел. Да, да, так это ему и надо, да. Вот это вот советские ценности. А сейчас не... Сейчас узбеки разойдутся, она тащит свою мебель, вот свою квартиру или как там у них, кто-то, кто-то. Сейчас уже совсем все по-другому. Вот это все. Ой, ну как это все вообще? Вот этот брак. Раньше же анекдот какой был? Что бы ты первым потащил, если пожар у тебя от квартиры начался? Самое дорогое. Самое дорогое там, телевизор. Вот я и взял телевизор. Да. Не самое дорогое. Вот я и взял телевизор. Ну, сейчас понимаешь, несколько другое. Жизнь, да? Она на своих руках еще что-нибудь утащит. Холодильник. А ты видел холодильник, какой они новый купили? Да, видел. Это воссаров советский. Да. Так эти перепугу, воссаров советский. Как заработать? Ну да, они приревновались, скажи, что мы нового жильца к нам сюда поселили, а мы что? Да, они дадут. Каждые два месяца вот налить вот такая была, что сверху, что в морозильнике открыть его. Если откроешь, ты его не закроешь уже налить. Представляешь, как только вот купили новый холодильник, да, как только купили, открываешь, нет налить? С перепугу. Так у нас, я же скажу, мы еще с Чкаловска привезли Саратов. Помните, такой был маленький? Конечно, Саратов. Короче, потом отцу вот этот вот приволок, вот этот зим у нас был. Все, Саратов в чулан просто поставили, как шкаф. Просто как шкаф он стоял в посуде. И вот стоял вот до вот момента, когда вот я квартиру продал, дай вот этих там, считай, дай вот последних лет. Я просто думаю, а работает он или нет? Вот просто когда уже там стал разбираться, раз, включил, работает. Вот советская техника, да? Вообще, слушай, вот сколько, лет сорок он вообще не работал. И морозит так, что ни один... И морозил. Ну, я думаю, так давай-ка я его продал, да еще хорошо продал. Еще хорошо продал, да. Вот, что значит советская техника была. У нас почти так же, только мы не продали. Нет, у нас... А вот леник, значит, это, попорчено было дно. Ага. Ну, и там дальше... А мы бесплатно продали, да. Этот, ролон, там... А, во, вот так... Вся вот эта стенка была, вся вот она треснутая была, вот только на соплях держалась. Я корни ужал, и говорю, нет. Там он как звери морозил. В принципе, да, у него там трещинки для... Там не трещины, он весь вот был, вот как будто вот... Он говорит, температура... Ну, звери работают. Он говорит, ну, ты пробовал быть регулятором. А вы же, когда ребенок делали, я же широкая душа. Вы как кричили. Забирайте, что там есть, этот трещин. Эту плиту, вы там купили. Да, да, у вас есть. Да, да, у вас есть. Там 22 герца. Забирайте, как раз, все бесплатно. О чем мы речь, вот о чем мы речь. Что ты говоришь, да. Что такое дело? Миска пятая. Миска пятая. Ну, тогда как-то, может, не это. Нет, вот такая дура просто жёлкая. Кольки, сейчас мы новую вытяжку. У нас вытяжка сломалась, она значит очень... Я же обычно ночами так и не сплю. Да. Ночью там что-нибудь, значит, готовлю. Обед, ужин, не знаю, что, завтрак. И вот включаешь, когда вот это, по-моему, на весь двор. Вот это старое вытяжка. Да, значит, у них холодильник еще нет, просто. Вы знаете, что вытяжка жуткая, вот это. Мы сейчас купили новую вытяжку. Стоит эта вот эта старая вытяжка у Кольки в комнате. Он собрался ее продавать. Отнеси добрым людям вдруг. А где, куда нести-то самое главное? На мусорку, что ли? На мусорку, может, надо бы куда нести. Я говорю, вот, он собрался продавать. Как итальянцы на Новый год. А люди квартиры обставляют. Да, они все выкидывают. Из окна причем надо. Да-да-да, люди квартиры обставляют. А-а-а, чтобы труднее подобрать. Ну, да-да-да. И а кто это самое, что за тебе это, ну, прислали? Как детей в Испании называют. А в Испании есть такая традиция. А-а-а. Что выбрасывают с окна? Шкаф. Ну, типа того, что да. Вот. И говорит, и от того, что они услышат внизу, так и дают имя мальчику. И по этому... А-а-а. Это хуй, хуй, хуй это что-то. Да, да. Хулио, Педро и Гонис. Хулио, Педро и Гонис. Хулио, Педро и Гонис. Вот откуда такие пошли. Вчера же мы читали. Про этих испанцев, у них же очень длинные имена, длинные имена. Вот есть же такая, ну, как бы такая прича. Такой грози, гроза такая. И испанец стучится в дверь придорожной гостиницы. Такого маленького имена. Стучится в дверь. Кто там? Я, Аль Педро, Медро. Хулио. Нет, у меня только одно место свободы. Да, да, да. А он там 20 назвал. Нет, нет, нет. У меня только одно место. Одно место. Вот, надумай, как бы через панцы вот такой народ. Ой, Господи. Танюшка, ну ты вообще нас накормила. Ну, это не то слово. Ну, ты что хочешь, какой следующий номер? Мы наливаем вообще, у нас что, вообще продолжается? Наливаем. У нас вообще покойка эта продолжается или нет? А, руководит. Так это. Нет, ну я могу шашлык вот сюда выложить? Ну, ладно. Ну, и же, Танечка. Можно. Давай, давай, можешь, конечно. А вы кушать будете? А как же? Вопрос второй. Ой, ну курица вообще бесподобная. Вот я говорю, жаль, вот ребята не кушали. А ничего, я сейчас снимки. А, Танечка, ну еще не вешал. Такой этот самый, прям нежный. А я не помню вот эту белую кастрюлю. Это жаровня. Это вообще французская. Французская, как это, люминекс или люминер. Помнишь люминер? Вот это вот фирма. А еще тепленький. Ура. А на все встанье от меня. Можно я сюда? Да, конечно. Не буду пачкать. Вот это да. Ой, тут эта водичка натекла. Сок из него. Так это. Это тоже сюда. Андриана не с этим с узбекским языком не тормошат там? Удивительно, я удивляюсь. Я вот тоже удивляюсь. В смысле? Ну не заставляют, но узбекский там документация, все, чтобы... Это у него спрашиваете. Таня, выкладывай, чтобы сок не попал. А я пока следующий. Ну, а тут везде сок не убежал. Мы в свое время хорошо пожили. Все европейское было. Да. Начиная от домов. Нет, ну они все вот сейчас какие-то саммиты, не саммиты. Значит, это вот это... Ну что, все или не все выкладывали? Все, все выкладывали. А ты можешь сказать, что не все это, значит, это потом... Нет, в холодильник все в одну сложишь, в холодильник положишь. Нет, потом это все равно разбирать. Нет, раз у тебя было много, можно было всего поменять. Да, я вот поэтому... А тут сейчас одно что-нибудь выберите. Одно что-нибудь изъезде. Вот какое-то самое. Ну что, может быть, это самое, да, Коль? Нет, нет. Сразу разложи. Я всегда беру себе сам, потому что я малый ем. Нет, я вообще ничего не ест. Как он-то... Положи себе? Почему? Ничего не в курсе. Семь, положите. Я уже накаживаю. Я уже накаживаю. Один кусочек. Ой, бабушки мои, как тебе выгодно домой приглашать в гости. Да, он теплый еще, да. Ой, он горячий, не теплый, а горячий. А его старались сохранить. Тань, давай вот это самое. Ну давай вот это, вот это курить, курячий. Светленький. Тоже положить. Светленький. Бери, возьми несколько себе курячек. Ой, а что вы так это скромно-то? Куда я все остальное делаю? Светленький, работник с нашими. Они горстные. Нет, я не хочу. Они складываются. Сюда поставим, давай, Дмитрий. Да. Да, кому? Андреан будет? Красиво. Шашлычок-то? Я думаю, шашлычок он будет. Ну только как. А как же это, а как на это смотрится этот? На воинский комбинат? Еще может. А если ты давно привык, после этого было уже Министерство геологии. А, да, разговариваю. И Министерство геологии привыкло. Только что красиво. А, кстати, Министерство геологии, я слышал, вообще, да, его расформировали, здание отобрали, куда-то там свезли, теперь их всех туда закидывали, и там теперь совместно все геологические... Ну что, шашлычок? По шашлычку? Это где? Это, знаешь, где там? Вот гидроэндиозы. Значит, которые районные шоколады. Высоколады, за метро, сразу метро. Значит, кто-то убирает. Да, да, да. А потом вдруг раз, оставлю. Потому что, ну, какие-то, что-то, 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 что-то не поясни. Они рассказали, какие-то. Мало того, вот сейчас у вас, в бывшей Агаме, Сок какой-то еще пустили. Очень хорошо, но срок это... Какие-то геологические, какая-то структура. Да, с удовольствием. Потому что они там до сих пор не закончили стройку, вот такой ремонт, им некуда деваться, они их сюда пока поместили. Видите, жирок положительный? Ну, положительный. А потом они их, вроде как, переведут. Я тоже сюда жирок положительный. Ну, ну, что случилось? Да, и жира прям держишь горячее. В нашей здании, как говорится, с одной стороны куру, где он жирок должен. А потом... Тим, жирок положи чуть-чуть. Нашли клести всех. Сходи в курицу. Положи ему по-моему. Все, все, все. Ну, и вот предлагаю. Ну, мяско, может быть. А в целом они сохранились. А в этот... Территория. Фаршевый шашлык, Тимурка. А ты сюда его пересыпь. Вот это? Ага. Что там развозить? Фантастика. Ну, я не специалист, я бы... А котик не пьет такой бульончик? Ну, и нет. Мой котик только слухой бульончик. Я не знаю, как соседей вообще это все. Такой может быть, фаршевый. Потому что... Знаешь, он такой вкусный. Желый, да, вот это очень вкусный. Мне нравится вот это. Это чистая бульончик такая. Стравка вот эта осталась. О, это коровка. Молодец, ну, живешь за здоровый образ жизни. Давайте, ребят, ребят, ребят. А, ну, что это такое, Танька? Наливай. Ну, наливай, конечно. Не знаю, кто там и что там и как там. Мам, ну, возьми, возьми. Ну, потихонечку съешь, с травкой. Сейчас поинтересуешься тебя, не заграбастая. Ну, наливай. А как есть? Ну, что, ну, кому наливай? Есть предложение, ни под что не пей, под горячее выпей. Конечно, под горячее надо. Под шашлычок. Под шашлычок. Под шашлычок. Под шашлычок. Что это такое? Андреан, давай, под горячее, под шашлычок. Такое же вы забили. Андреан, чтобы у тебя всю жизнь такое изобилие было. Ой, как хорошо сказала. Какие времена не были бы, да? Наши изобилия держат иные выгодки. Он помогает вам всем. Ну, поэтому я говорю, чтобы это у него на долгие-долгие годы. Не, я что-то не понимаю, Юра. Тут ташты звучат. Звучат ташты. Эй, повод наш для выпивки. Да. Драгоценный наш повод. Давай, давай, давай. Из тебя не выпьешь. Доваривай, да, сколько? Ну, кем-то дам, говори. Не мы же одни пожелатели. Там тоже, наверное, звонят и желают. Да. Сейчас у вас золотая пора пришла. Футбольная. Ну, я имею в виду, летом жарко, а вот сейчас вот как раз октябрь. Сегодня мы в Буряне тут же вот ходили по делам тут и прохаживались. Ой, вот когда надо в Ташкент отвечать. Сибирское лето сейчас, да? Вот сейчас. А вот дожди на следующую неделю. А кто? Когда? Кто сказал? На следующую. О-о-о. Так, вот Даня хочет тебе тост насчёт твоего благополучия. Да, вот я вот хочу сказать, что вот такое вот благополучие, хоть это папа говорит, что это благополучие благодаря твоему благополучию. В том числе. В том числе. Чтобы вот такое у тебя, не кончая всю жизнь, у тебя сопутствовало вот это благополучие. Где бы ты ни находился, с кем бы ты ни был, в каком бы месте, где бы ты ни работал, всегда, вот, чтобы у тебя вот такой вот был стол, и всё было хорошо. И стол, и, как говорится, и кровь, и стол, и всё-всё-всё на спете. Вот так вот, да. Самое главное, чтобы вот это, и никакие катаклизмы не страшны будут. Да, 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 да. Чтобы клизмы не было. Как это, знаешь, клизма, что-то, по-успешки. Катаклизма? Да. Забокатывались. А я не думаю, что кота, значит, два. Кота большой, есть прозвык. И тут есть. Насчет узбекского у нас ничего не притесняют. Да, вот я вот это. Ничего такого нет. Да и не было, пожалуй. Иногда там проблески раньше бывали, когда... Сейчас замолка и кишина, да? Ну, сейчас сами-то они проходят, они все говорят на русском. Волнами, волнами. Причем хорошо говорят. Один раз там, как могут, перейдем, что-то все, чиновники начинают выделываться. Могут начинать внедрять узбекский, обязательно на узбекском языке отвечать. Ну, потом месяц-два проходит, опять устаканивается. Сейчас-то мы вообще-то, мы вообще сейчас турецкая компания. Сейчас турецкая ферма у них. Ага, ну, сейчас турецкий будете. Ну, русский, турки русский изучают. Ну, да. Да, но не ходят на занятия по русскому языку, а не узбекскому. Кстати, я вот думала, что турецкий и узбекский похожи, так вот прям... 10%... И вот мы с мамой... 10% все. В каком, в 17-м году, что ли, в Турцию поехали? Я там из Кисловодска, это дешевый, что-то путевки такие были. Я говорю, мам, ну, давай прямой, прям Минводы, Анталию съездим. Вот ей уже 87 лет было. Как раз от 17-го, что ли, было. А мы там, значит, думаем, ладно, со знанием узбекского, может, нам там это самое... И вот с ней говорим, Рахмад, Саламат, Буллин, там, все, что как-то... Они ничего не понимают. А у них, говорят, все по-другому. У них вот этого нету вот... Ну, мы простейшие вот эти нам дали, допустим, ключ от номера, там, вот тот, все это самое... У них по-другому. А у них все по-другому. Они на нас смотрят. А мы думаем, на каком они языке вообще говорят, там, это самое... И там переводчица была. На каком вообще языке, мы на узбек, не понимаем. Нет, 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 они не это самое. На этом турецком Стамбуле... На русском они еще понимают. На русском... Мне вот так понравилось, в турецком Пожаре, вот у них крылья такой здоровее, да там, в Стамбуле. Вот заходишь, вот идет, допустим, вот видно, наша какая-то русская девушка. Сходу. Вы с хайкинули все? Наташа, Наташа, заходи, заходи. Наташа. Мы не все Наташи, причем... Проститутки у них, а все Наташи. Наташа, три рубля и ваша, да? Да. Комбинация, да. Ну, Наташа, так вы ими прекрасно, Наталья. Да. Да. А так оболгали. Еще Зоя вот тоже попала. Легче всего пронести, Наташа. А, Наташа. Зоя? Эх, Зоя, кому давала стоя? О, Господи! Я так понимаю. Ну, знаешь, у Сталинских времен еще плет. Ну, это, наверное, внутренние. Ну, наверное, да. Они же эту Наташу, по-моему, там чуть ли не дуркой, не знаю. Ну, в общем, кто-то из-за рубежа написал. Ну, ладно. Вот это обалденный. Сочный. Сочный. Прямо это самое. Да, втро он будет немножко похуже. Сегодня он вкусный. Вот какое. Данечка, можно не съем. Фаршевый репет. Просто сухим бойком можно. Просто потрясающе. Вот у нас сейчас вот это вот в нашей Махале очень даже неплохой шашлык делать. А где у вас? Раньше мы... Вот там крупный магазин вот этот, как на Человдар, когда едешь. Да, да. Вот это Махале. Бывший Махалец. Раньше мы в этом Бухаре, или шашлык, безобразный шашлык перестали. А сейчас вот это... Вот где пенсию, да, получали? Да. Мужели магазина. Там же вот этот футболер наш был, Батыр там командовал. Они нас уже знают. Сегодня был. Дети, а только не знают. И вино-магазин тебя знают. Меня думали с базаром. И в этот посудной, посудной лавке знают. Уже выбегают. Нет, раньше мы... Сколько, из базара, тащим эти сумки, тащим. Этот, мой, мой, этот парнишка спрашивает. Становые держите? Я говорю, нет. Семья большая? Я говорю, нет. Он в Медвумене. Ресторан, да? Да я из базарных. Почему? Потому что я уговорить. Нет, со мной это... Да я паааа. Я ее и так держу. И так держу. А это что, говорит, ваш мальчик на побегушках, да? Белбой. Где, говорит? Белбой, который? Где дед, говорит? А у меня хозяйка. Где дед? Один раз пришла без него. Где дед? Говорит, в футбол играть. О, он еще... Как это он еще в футбол, да? У вас все попал. Он был не меня дедом, а ее хозяйкой. Жарство не мокрает. На самом деле огромное. Футбол играет. Хозяйка, говорю. Спит. Отдыхать надо. Да. Хозяйка не больна, да? Да. Ой, господи. Так что вот так. Зато когда привыкли, что мы уезжаем, проходишь там. Поедет? Не, говорю. Я сейчас договорю легко. Он без меня не пешком ходит. Ну да, он спортсмен в школе. Столовую держит. Свои впечатления о Питере, да? Поделись. Населению. О Питере. Скажем, почти держим. Это такое, это вообще. Столовая отдыхает. Они видят меня одного. С тех пор больше не спрашивают. Да. А, раз я... Значит, ничего не выскакивает. Машины, да, я не поеду. Они не предлагают. Ой. Зато удивительный случай. На базар шел? Тех, садись. А, садись. На базар едем. Я говорю, у меня деньги. А, какие деньги? Поехали, у меня на базар едем. Какой добрый человек оказался. Вот у нас все такие вот. Вот в Узбекистане все такие. Ну а что? Ну, есть действительно все. Есть. Ну, будем надеяться. Я вот тоже с этого с Узбекистана дошла. Дети в сильный институт. Вот как раз в гору. Вот ее точно так же, как Тимон. Он, да, это самое. Парень останавливается. И, сестра, вам тяжело идти в гору. Я говорю, да мне не тяжело. Садитесь, подвезу. Бесплатно. Все равно, что да, прямо. Я говорю, прямо. Но я все равно не... Да садитесь, не бойтесь. Ой, я так испугалась. Но я не испугалась. Думаю, это самое. Что-то вам какое-то такое было. Это в воскресенье было. Да нет, ничего. Садитесь. Я ему сказала, вы знаете, я прогуливаюсь с утяжелением. Я говорю, я спортом занимаюсь. Нет, просто бесплатно с ними лучше не садиться. Лучше заплатить, но он спокойно доедет. Да, в том-то и дело. Лучше заплатить наехать. Да, в том-то и дело. А половина? Да у меня не так тяжело было. У меня тут, понимаешь, большой этот тюк, потому что туалетная бумага была. Он думает, наверное, ведь тяжело. И горка. Я вроде как это самое там, может, как черепаха там шла. Да и какого? Как черепаха. Вообще, вот то, что мы живем среди них, для меня это всегда нечто. Вот это какие-то умные населения. Конечно, большая часть советских пока еще не вымерли, и мы в том числе. Это, конечно, совсем другое. У нас взаимное понимание, они знают русский и такое прочее. Но вот сейчас подкатывается эта волна, вот их уже ровесники, вот эта волна. Вообще не понимают, вообще нет. Я думаю, как мы среди них вообще? Ну, может, пока уважение к возрасту, у них воспитание, уважение к возрасту, каким бы оно ни было. Не было этот возраст, русским или юзбекским, там, к возрасту, уважение к возрасту. Нам везет, что у них уважение к возрасту. Я все время говорила, я говорю, чем у вас, я лучше здесь, потому что тяжело сумки тащу, обязательно тебе скажут, давайте помогут. Здесь вот я сижу, койка. Куда старушка делась до сих пор, не знаю. Райку, помните? Я, говорит, взяла ее сумки и понес. А куда старушки делаешь? Нет, вот сижу вот здесь, вот я прихожу раньше, койки бегом-бегу, значит, с этими сумками, давайте помогу, вам нужно высоко подниматься, вот это вот, все помогут обязательно. Ну, а в Москве, вот я же часто по этим вокзалам... В Москве, вот если тебе кто-то помог или уступил место, это наш, это наш или узбек, или... Да, да, да. Или, если русак, так это с Ташкина в итоге выясняется. Да, с Ташкина, да, да. Вот клянусь, я бы русак... Я бы и с собой шоездом езжу, сюда вот к маме, и все, тащишь же, волочишь с собой это самое, то сумки какие-то. И вот меня вот до того вот поразило, вот там на Казанский вокзал большая лестница, там вот нету еще вот этой вот, чтобы... И у меня вот и терешка, и что-то такое вот... Ну, не девушка, а женщина молодая, ну, моложе меня, лет на 20, это точно. Она говорит, давайте, я вам помогу, я говорю, да ладно, а она сама что-то тащит. Не-не-не, давайте-давайте, я смотрю, вам все дела. И мы с ней пока шли по лидер, разговаривали, я говорю, а вы откуда, чего, она говорит, я из Ташкента. Я говорю, все ясно, и я из Ташкента. Она говорит, как я вот, ну, узбечка. Ну, хорошо, так по-русски говорит. Она говорит, вот это самое, говорит, вот как-то... Ну, вот тут это вот есть, вот тут это есть. Даже не парни, ну, парни-то они тоже помогут, и через турникет, и все эти узбечата так это. И смотришь, они хиленькие такие, вот сами щупленькие, эй, давай, сестра, сестра, поможем, поможем там все. Вот в метро стоишь, вот русские вот ребята, вот явно москвичи, значит, там это самое, ну, так помоложе. Головы не поднимут. Вообще, нет, зачем, он поднимут, тебя посмотрит, что-то так и все. Снизу вверх, азот. Что это тебе вообще уступать или нет? Ну, ты такой вот, да, да, да. До конец, это метр измерит. А вот, если вскочил, или это там, тут же вот, кстати, это вот наш, стоп-раз. Даже, я просто ради интереса, я говорю, вы, нет, да, я тут начинаю решить, оказывается, в наших краях. У них это есть, вот они воспитывают. Да, вот это вот как-то вот. Мы это сейчас почувствовали, вот Самаркан, Бухарахива, особенно это там, уважение к воде. Еще вот, должен сказать, что в последние вот годы, добавилось, раньше такого не было, но вот сейчас, если по Махале идешь, вот стоит только вот глаза приподнять, а они сразу же там начнут здороваться. Вот раньше такого не было. А маленькие дети ручку приймут. Что маленькие? А маленькие вообще вот так вот прям вот что-то. Вот мы с Витей, мы вдоль этого буржуара шли, на улицу Бахадыр вышли. Ну, скорее всего, вот в советское время, в советское время такого не было, что просто вот так. Вы же можете вот это, вот это, вот это. Ну, я уж не говорю про транспорт. Переходный период туда-сюда. Раньше ты там вроде как считался, ну, молодой, наверное, это самое. На Сараске, по-моему, здесь проще пока. Да, ты понимаешь, сразу же кто-нибудь вскакивает, сажают. И девчонки, да, все время. Девчонки, мальчишки там как-то. Да, в общем. В Москве такого нету. Вот почему? Ну, вот. В семьях не закладывается эта ценность. Что ты тоже будешь. Да, да. Что ты тоже будешь. Ты молодой, молодой. Тоже будешь. Ну, надо сказать, что, может быть, даже не столько этого. В Москве, да. А вот в Кисловодске, вот там же тоже. Кавказ. Кавказ. Засилие вот этого. Чечни. Не Чечни. Карачаи. Карачаи, там еще. Ну, не черкесы. Нет, не черкесы. Там именно карачаевцы. А вот. А они же тут, считай, до 57-го года. Их же высылали сюда. Да, да, да. Может быть, у них тоже вот такой, этот, как он, менталитет. Вот такой. И речь очень похожа на узбекский. Кое-какие слова я... Вот в маршрутках обычно они водители в автобусах, там по телефону триндят. А-а-а, все понятно. И тоже. Место уступают. Вот русский будет сидеть, не уступит. А вот карачаевцы, да, ребят или девчонки вот замотанные. Вот мы же с мамой все время, она же там старенькая. Они, ну я думала, маме уступают. Они, и вы садитесь, и вы садитесь. И мы обязательно, если два сидения, вдвоем встанут. И это самое. У меня Колька никогда не садится. Я говорю, ты будешь не садиться, буду, ты встанут уступать. Ну да. Надо обязательно садиться. Да, и поблагодарить садиться. Поддерживать. А он не садится, я говорю, он еще молодой. Ага. Нет. Я саду. Как кино. А он не может. А он не может. Не, они такие торгицы не поймут. Вот мы хоть угораем над ними, да, вот этот анекдот. Недавно мне рассказали, я так много катала, этот, на Бишагаче был тогда магазин хозяйственный. Не знаю, полный день, полный день. Конечно, полный. Ну, конечно. И там вот это вот только появились, это, кастрюлька в кастрюльке в кастрюльке. Вот гастрюль и маленькие гастрюльчики. Вот гастрюль маленькие. Мы с промника туда бегали. Ну, тут зачем, тут зачем. Там еще магазины стали отрываться. Да. Какие-то шмотки смотреть. Там зоники складные. Туда-туда. И вот этот гастрюль, маленький гастрюльчик. И когда я посмотрела, я в отделе вказала, в своем модели 21-м. А друга, а друга. Потом кто-то мне, не знаю, из нашей Танька, что ли, не знаю, по-моему, не знаю, кто-то сказал. Ой, Танька, а недодка это есть. Вот эти запомните. Соль. Сейчас. Давай, Раханя. Пишутся. Соль. А. Соль. Мель. Соль. Нет, как только другое. Фасоль. Сол, фасоль и антресоль. Да, пишутся без мягкого знака. Сол, фасол и антресоль. Пишутся без мягкого знака. Нет, пишутся. Без мягкого знака. А сам он произносит с мягким. А какие-то, которые вот с мягким, он произносит. А, вилька, тарелка, бутылька. И бутылька. И бутылька. Они пишут с мягким. Нет. Вилька, тарелька и бутылька с мягким. Нет, он наоборот. Без мягкого знака произносит. Слушайте, Адриан, найти уроки русского языка в узбекских школах, пожалуйста. Найди, найди. Ой, да, я это тоже. Пожалуйста, попробуй найти побыстрее. Пописите сейчас. Ну, что ты из этой серии? Пока он ищет. Ну, как они? Ну, где ребята? Ну, как они стараются? Таня, а мы разве говорим по узбекам? Они все отлезли в прошедшие и отчерожденные. Они так стараются, но как получается, понимаете? Ну, я скажу, вот, Кирка во дворе выучил. Он говорит свободно по узбекам. Ну, он выучил во дворе. Ну, это не литературный язык. Ну, да, такой дворовый, разговорный, разговорный язык, конечно. В литературном совете. А мама-то, она вот это, после Кисловодска поехала, ее же на Памир отправили, как молодого специалиста, медики, медучилища Кисловодска. Вот как раз, ну, 49-й год. И вот она, говорит, там английский преподавали, ну, в горах, в горных кишлаках. Значит, там один был, говорит, осетин преподавал. Вот таджиков, говорит, с первого по пятый, шестой класс, все сидят, говорит, первое, ну, как раньше. Говорит, это медведь, по-русски медведь, по-таджикски хырс, по-английски хырский. Ну, в общем, знаете, я забывала много слова. В общем, медведь, хырс, хырст, а, хырст таджикский, медведь по-русски, по-английски хырский. Ну, чтобы... Да, вот он, это преподаватель английского и русского языков был. В общем, он говорит, все, ски при... Вот, смотрите, вот никакого преследования по поводу того, что мы не говорим по-узбекски, нет. Никто никого не заставляет сдавать. Я помню, никогда не забуду систему образования, сказали, так, девочки, у нас открывается курс узбекского языка. Сейчас это 90-е годы, вот, как раз, на волне времени. Вы все глаза выкатили, что такое вообще? У нас все по-русски, даже вообще глухо по-русски, вообще ни одного преследования на узбекского, ни одно собрание, ни одного священника, все знают свободно русский. И вдруг изучать. И она представляет такую училку, что это какой-то ужас, какой-то ужас. И помню, что Крад зашел, послушай, как преподают, что это такое, допустим, говорит, Таня, все, я с ней на следующий месяц контракт не заключаю. Не надо, не по-узбекскому изучать. Все, поздно, нас там ничего не научат. Но он же знает, что не мы дуры. Мы же с ним работаем уже по 20 лет. Он сказал, ой, блин, это кого нам прислали вообще? Они вообще не умеют преподавать. Вообще! Надо же уметь преподавать. Нет методики преподавания. Абсолютно. У нас была хорошая методика, палка в руках преподавателя. Вот смотри, то, что по какой методике нас учили в школе, я тоже очень хорошо помню. Местоимения, и вот эти самые, как говорится, окончания, вот это самое, как восприятие. Это как накидный кип. Присоединяйся, сути к себе. Да, да. Все. Тожде, тожде. Вот сейчас ты начинаешь с ними говорить, они этого не понимают. У них уже не мен, а ман. Ман. Да, не литературный, который мы видели. Не литературный. Мы каждое окончание. Хочется же, как правильно, я, например, знаю, как тебя зовут, или это все, там, сыс, или там, что там, сен, сан, ман, там эти, это самое. А они вот это все, они ничего это сейчас не соблюдают, даже в разговорной речи. Вообще я вам скажу, а даже понимаю. Вот я вам, знаете, что скажу? Вот какой-то вот такой тарзовайский. Аббакан Бухара, таджикский. Уклон. Ахиба, вот этот вот их, харизмский, вроде, тебе говорят, мам, мне этот узбейский, ну, настолько огласовка другая, как будто это вообще не узбейский язык. Надо же, а как? На что похоже? Ну, они говорят по-узбейски. Ну, это настолько, а вот озвучка вот эта вот огласовка, вообще другая характерная речка. Более, наверное, такая, как... Вообще непонятно. Мягкая, наверное, да? А я вообще какой-то пивучий. Пивучий, пивучий, да. Да у них вообще много каких-то таких выражений появилось, которые вот раньше вообще не так даже и в учебниках, и вот то, что нам в школе. Вот она начинает. Эй, эй, Катасан! Ну, вроде Катасан, ну, вроде ты большое что-то думаешь, да? А это, как раз, ты где? Вот они по телефону. А почему никак, да? Ну, вот там ты и делаешь. Эй, Катасан! Ты где? Надо что. Представляете? Нет, мне дунативные языки вообще не даются. Андрей, я нашел. Стол. Не так просто. Проходится просто. На столе кладу на стол, лежит под столом, над столом. И все это разные суффиксы. А вот это вот дан, дан суффикс вообще сейчас, сейчас вообще его убрали. Да, убрали, да, в творительной поддержке. Вообще убрали, исчез из-за бихода, из-за всего. Вот уже, я даже вот... А почему так? Ну, не знаю. Все вот до того упростили, вот, совершенно вот какой-то сделали вот простой вот этот вот, как это... Я не знаю, как они, как их учат в университете. Сделали простой мутерщин. Целый. А вот не... Это институт отдали. Да, в том-то и дело. Да, под это, под это... Под академию фаркадской. Они скоро с этим языком, они не смогут даже читать эту литературу, вот переводы, вот там же... Вот мы же как на фаркадский... Нет, все диссертации пишутся на русском. Слушайте, мы шли... Все диссертации. Да, на русском. Какую классику там продавали на узбекском языке? Шикарнейших вот этих вот авторов. Новои там, да? Нет. Уж современных вот этих каких-то философов. Дэн Браун. Зачем? В общем, такие... Дэн Браун. Да. Кот Давиджи. Да. Кот Давиджи. Переведен. Переведен. Господи, как можно Кот Давиджи перевести? Вот, вот и слушай. Он лежит, никто не покупает. Он даже... Вот такие шикарные издания. Он... В чем несколько вот этих бенцеллеров последних. Бестселлеры, вот все. Вот этих лет. Вот Дэн Браун. Потом этот... Это хорош переводил. Не знаю. Этот итальянец. Как же его этот... Семиотик-то еще это. В общем, там и вот Кастаньеду узбеки переведут. А имя Розы. А имя Розы, да. Вот это лежит переведено. Сколько стоит? 15 тысяч. 15, 5 тысяч, да. Никто не берет. Никто не берет. Вот такие толстые, так красивые, толстые. Это переплет, золоченые. Никто не будет. Не вспомни, как Надька свою библиотеку продавала. Нет, это не востребовано. Вот даже та же самая история в советское время была. Помнишь, какими тиражами издавали вот эту лирику узбекской поэзии? Да, ну это мы и покупали. Ну да, у меня тоже ее полно. Но там все на русском. Но она стояла вот штабелями, ее никто не брал практически. Практически не брали. Но если брали там на подарки. Ну, может быть, ими брали на подарки, да. А я тут хочу сказать. Узбекию не брали. Вот о чем речь. А вот разве Рубаят, а Мархай, разве он не на фарси? Или он что на узбекский переведет с фарси? Нет, на фарси он был. Переводили с фарси. На узбекский, а потом на русский. Незачем, на русский сразу же. Переводил этот Липкин, державин. Вот эти сосланные наши советские поэты, ребятки, они сидели здесь и все это переводили. Ой, Липкин великолепно переводил. Да, да. Я помню, и Рыба, и Узбек. Иванов еще был, это тоже переводчик хороший такой. Они же не с узбекского, они переводили на русский. А с русского потом на узбекский. Можете себе представить, что такое поэзия? Ничего, я не остался. Поэзию, поэзию, это третий язык перевести через один. Это в том же потерялась в русском половина, наверное, какой-то вот красоты или, я не знаю, поэтичности какой-то. А ты еще и на узбекском загоняй. Причем узбекский с ограниченным, будем так говорить, словарным запасом. Там, понимаешь, просто некоторых понятий словесных вообще просто не существует. Они, если, причем, он довольно консервативный язык, он же практически, англицизмов там нет, славянизмов там нет. Поэтому вот какие-то вещи переводить, я, во-первых, даже затрудняюсь, как вообще эти ребята все это переводили. Ты понимаешь? Так что тут... Без полубанки. Да, без полубанки надо налей, налей. Да. Потому что вот часть диссертации почему пишут на русском? Потому что невозможно эту проблему выразить, но без хмель. Так вот, я когда в Алжире был, там тоже, что там вот это, арабизация, долой французский, ты понимаешь? Они когда независимых получили, там все там это самое... Сразу в крайности. Сразу в крайности ударились. Ребят, какой нахрен вам арабизация, у вас технический язык французский, что вы творите? Я вот им, арабам, объяснял там это самое. Ну, да вот такие прям, понимаешь, что такое? Ну, в общем, потом как-то все это пришло в сознание. И самое главное, что всех руководителей, вот тоже когда мы были, вот помнишь, директоров, главных инженеров, ну, и кадров. И, значит, на курс арабского. Они все алжирцы, они все по-французски только это общаются. Все закончили. И вот они так переживали, вот у нас их знакомцы, директор фабрики трикотажной. Он говорит, ой, представляете, нас, говорит, это самое, курс арабского. Вот мы ходим, как дураки на курс арабского языка. Такой сложнейший язык. Это самое. Они на французском привыкли все, они даже... Нас, они все похачали. Если не наши вузы. Что самое? Ну, там польские какие-то, чешские, допустим, французские. Они уже преха, они этого арабского не знали. Это сложнейший другой мир вообще. Это, представляешь, что надо поменять, ну, практически. Что значит язык? Что в другую сторону едет? Да, это сразу же все тянет за собой. Менталитет, все прочее. Все тянет за собой. Там у них, представляете, одни согласные, а гласные харакатами. А, О, И. Все, что такое? И представляет с этими значками. Я помню, нас возил в Пангермоландии, называется это вот, Ленобласть, как финны. Где жили финны, которые не были, которые, ну, поняли, кто-таки. Да, 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 да. Которые не смогли стать настоящими французсками. Я с ними там ездил на экскурсии, и у них экскурсовод Владимир Кокка зовут. Он, в общем, филолог, йогграф. Профессор такой уже полнейший. Да, он сам финн. И он говорит, вот, в начале 20 века рассказывал что-то там про эту тему. Ну, и лингвисты, которые финский язык поддерживали, поднимали, они все на немецком между собой разговаривали. То есть, тоже язык науки был тогда немецкий, начале 20-го. Вот странно, это вообще как блуждание этих языков, как они, где вот это место оседлости, да. А финский тоже, он тоже влюбленный язык. Гермоландия. Вот стол на столе, под столом, над столом, то же самое. Вот это облюблотивность. Мне вообще не даются облюблотивные языки. Не даются облюблотивные языки. На столе, под столом, чтобы впереди шел предлог, как положено. Как в английском, в немецком, в французском, в итальянском, в испанском. А у них, извините. А у них сзади. Например, кашка, так, каштаган, каштадан, каштаган, каштадан. Вот это, скорее, это они ближе к немецкому, у них тоже вот это зачастую, вот это, аус, допустим, на. Нет, это я сейчас сказала по-узбецки. А над финнами же вообще смеются. А они же такие медлитные. Пуккаю, пуккаю. Это же ли то. Нет, эстонцы и финны, это не народ. Пуккаю, пуккаю и ка-каю. Пуккаю и ка-каю. Андриан, ну, найди. Найди, найди, пожалуйста. Я про бабушку не нашел, что-то другое нашел. Нет, ну ты нам найди, пожалуйста. Тише, тише, погромче сделай. Есть такое. Это что нашел? Это тоже. Чем ты? Джума. суббота это не то совсем пока что нашел это не то это была одна из двух я помню бабушка моя что-то такое там было бабушка моя где-то в языках в узбекской школе где-то там а вот эта реклама была несколько лет тому назад маленькие дети говорили про своих бабушек и дедушек узбечата причем с акцентом в узбекских семьях но чуть-чуть русские знают я люблю свою бабушку что она любит у тебя бабушка ну одни там говорили лепешки печь бабушка любит поспать а бабушка любит поспать вот такие вот трех-четырех лет бабушка поспать любит так что ой да ну вот этого Танюха мы уже не найдем а что вы с ней делаете мы с ней потом собираем помидоры и картошки картошки и помидоры собираем в огороде ну да главное я говорю как они стараются а маленькие как они сама учат не лучше чем сами дети русские седьмой раз объясняю сам уже все понял а вы без случаев понять не можете седьмой раз объясняю да 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 Тимурчик давай слово чтобы все друг друга понимали счастья здоровья Андрюш когда ну ладно по вот этим туристическим городам там они больше хеллоу говорят чем здравствуйте ну-ка да он решила нам они почему у нас иностранцы а Тимуру вообще все время говорят вообще ни клоток не похожа на нашу узбека я говорю давай начинай с ним а почему он должен узбекам их похож а мы это не-не-не там же ты 5 рублей платишь зеленым паспортом и 55 как иностранец а нам же хочется 5 тысяч платить за посещение чарковы чем 55 это время там что-то 12 а у них 120 у иностранцев и я говорю я только одну мы забыли паспорта на этом я говорю у тебя только одну доказать что ты сейчас будешь говорить а у меня этот пенсионное индустриение а это а он я говорю давай говорить они надо понять и так были в каком-то хостеле там девочка ходит английский учит не русский тоже бутылки хостые на столе не надо больше английский ну она ходит по двору и вот зубрит зубрит читает на весь двор старается старается со всех ждут нашествия англоязычных нашествия никогда не подгадаешь тут волна русская пошла так что русский русский наверное я считаю там господствуют русские счастья здоровья вот в этих счастья здоровья счастья здоровья что так коротко что так коротко коротко и я по молодежному я не могу там разводить скажи я все вложил в эти два слова очень елки два слова андрюшка андрюшка у нас на последнем что ли курсе учился или уже в этом магистратуре был восточке им значит организовали семинар в термес и вот поехали преподаватель там ну какие-то вот по какой-то тематике они значит поехали и ходят по базару туда кафгану в термес да в термес ну по базару а еще там эти американские эти были ну начало-то еще там и база была там какой андрюх ты в каком 2005 году да 2005-2006 год как раз там это два года магистратуру и он ходил то ли у него вот это еще длинные волосы он же вот так у нас же с хвостом ходил вот и это говорит давай сейчас разыграем местных а местные ну они это самое уже его американые а он yes yes как зовут значит как ну они там что-то по-английски научились же уже там они же привыкли там эти или жвачку или доллары что там меняли эти американцы вот изюмные да вот изюмные а вдруг говорит я еще не успевал сообразить а со мной говорят ходят ну ребята наши же говорит узбеки они бутом или там бутом джем ну уже в разных вот так мы разыгрывали да ты давай у нас один вот такой вроде у тебя европейская внешность хотя вдруг тоже можно было принять он же такой темненький немножко это самое вот бутом и вот он все американное и сразу это что-то такое начинает рассказывать это самое мы тоже смеялись нету не какой-то перед русским благоговение все равно не неприятие а вот именно какое-то уважение такое благоговение это у кого самаркан мухаракива рассказывает а молодежь да те кто побывали в Америке Андреан покажи это а в Америке побывало пол самарканда говорят там вот Гринкард почему-то самарканд тысячами Илюшеньку обработали в 15 лет да в 15 лет и он до сих пор вот сейчас это короче у меня есть такая ситуация мы сегодня по телефону сегодня не вчера по телефону разговаривали не знаю когда недавно короче у меня я вам сегодня темки рассказывала короче бывший брат моей подружки мне позвонил дескать из Красноярска позвонила не позвонил написал написал в интернете в одноклассниках Татьяна пришли ему под 80 лет наверное пришли мне свой адрес и желательно номер телефона это кибер и как в школе выучились я скоро возможно буду в Ташкенте хорошенькое дело не сумму принимать и еще идейный враг еще идейный антипотениз жуткий идейный враг я июшки рассказываю по телефону представляешь сейчас сдрагиваю от каждого звонка я ему адрес не послала но она отправила свой номер телефона приедешь созвонимся обсудим эти проблемы дескать по интернету я должна свой адрес писать во все эти мало ли кому достанется это все ну короче это представляешь июшке рассказываю говорю ты представляешь к нам не дай бог приедет остановится а он жуткий антипотенист июшка говорит наш товарищ я говорю знаешь 25 лет прошло я говорю до сих пор тарелку супа и 33 говорю вот этих как это называется как они ты бы сказала да он столько же пьет или мех больше представляешь до сих пор отрабатывает представляешь наш товарищ свет толкает его значит бог дескать это загнул ну июшка сейчас это вот это как-то вот он радостнее стал со светом и как-то вот это да совсем другое стало немножко счастливее ну да подавленный подавленный да вот был тогда на новый год или как-то а июшин какой-то праздник был а июшин день рождения нет чьё-то и Колина было день рождения и вот он показывал там вот дом и вот какой-то он такой подавленный вот ходил как-то еще вот ну да да сейчас да все время улыбается там ну как-то радостно за него но дело не в этом бог с ними но сам факт понимаешь вот как в 15 лет можно так засрать мозги и сейчас вот этот был концерт в узбеке скандал вы слышали когда этот балерун полунин значит здесь под песню как его Андриан как Андриан Шаман песня Шаман в Стане вот эта знаменитая сейчас дескать это культовая песня это который вот пел это гимн России да короче говоря это буквально дней 10 назад концерт был культурного фонда Узбекистана и короче когда они выступали и Полунин танцевал под эту песню эту песню оборвали выключили звук мало того этой группе сам Полунин выступал по интернету не заплатили вообще за весь концерт вот здесь Ташкенте ничего себе но самое главное Андриан достанет эту запись нашего очередного выкормушанами американского тот какого-то этого журналиста как его фамилия Андриан какой-то Кадыров Макаренко да тоже русский а не Хохол Хохол Макаренко понимаешь он тот тоже очередной этот бывший этот точно так же как Илюшки засрали мозги но это засирает навсегда это уже неистребимо они их программируют на сто процентов они умеют это делать я проклинаю тот день когда я Илюшку отправила туда это уже я каждый раз это говорю Андриана это дошло несмотря на политическую платформу не перестанет быть твоим сыном Танюша принимай вот так ну мы прекращаем все разговоры политическую как только мы недавно то же самое это было о политике мы прекращаем разговаривать цвет там улыбалась ну вот мы тоже о политике вроде как прекратили разговаривать вот еще в Москве как раз я была началось я говорю Андрюш ты знаешь у нас и так столько вот вот Россия вот Путин Путин это начали он это самое это исконные русские земли все этим сказано я говорю Андрюш ты знаешь как раз у меня вот мама там я вот перед отъездом не знаю как что быть ну до того это самое говорю Андрюш ты знаешь у нас столько таких своих давай не будем об этом у меня голова забита другим вот мне сейчас Ташкент ехать то все там 5-10 давай не будем об этом говорить все вот вы маленькую покажите вот сами свои успехи расскажите что вы куда ходили что видели куда ездили я говорю это не надо и так мы держались до какого до прошлой недели до прошлой недели и вот он сам он сам начинает все зацеплять и я вот хорошо я все время как это самое огнеотвод а этот вот ввязался и вот так ввязался что вот после этого до сих пор Андрюха уже две недели с ним не это самое не надо но я говорю эти исконные русские земли которые по случаю достались в Украине все витаминские вообще нет что именно русские вот это россияне значит это самое мирных людей а то что эти ну это бесполезно то что Донас были мирные я все да я вот хорошо моему засрали мозги в Америке где вашему засрали вот где-то там видать вот там начитавшейся этой мутаты вот ты же историк вот давай с исторической точки зрения вот я как историк как аналитик уже как историк аналитик он аналитик он живна во что он поверит то он на том будет базироваться вообще в принципе здесь разговаривает ты ну нести хочешь туда пока в холодильнике я не забираю как влево они вплоть до прекращения провода ты искруешь свою да я могу тебя обманывать или себе преподносить самое главное что там настолько вот эта тотальная пропаганда она отшивает напрочь все что как говорится правильное положительное из России да понимаешь они этого они этого не видят даже не знают они об этом практически да даже не знаю они а если это подает то подают в таком контексте что как говорится ни начала ни конца нет а в середине плохая Россия вот а с чего началось почему Россия это твоя родина да да ну в принципе я смотрю я раньше себя и все говорила я грузороссия клодку теперь я смотрю и смотрю там там какая тащица оба смотришь да у меня два тарпа говори да кусочек право это какая красота это кукле а то еще море есть не знаю пока что получился не получился потом снова кусочек все все маскирует при этом при этом все время обманывая например например вся вот это я тоже знаю вот это да а вот это осудило вся это да пустинка вылизал тарелочку да да пустая потому что хохлы бомбят уже 8 лет что про тренинг вообще не но он от травы ел он ел от траву это ребенок вот это шашлык бесподобный американцы те самые правила отнеси туда там и сплавь это вот в эту слышишь там где вот это все остальные курицы туда положи а эту на плиту я потом мысь буду мета не вкусные и что-то на там нету просто пожарили пожарили но они такие вот как это молочная все их не стали террористы ты хочешь побегать что ли в пильне нет ну да ничего это самое тяжелое и сырок но я это зеленый но я ела я зелененький ела я очень вкусно сыра великолепные все да это какие-то в этих вымбортных упаковочках да тогда у вас вот я помню все необыкновенно я у вас вижу миланжевый сыр я стараюсь когда вижу я покупаю и кладу когда гости будут вот эти обыкновенные вылечения на счете вот куда-нибудь там пристроить да надо в какой-нибудь контейнер чего там никто не ел никто не хочет ни в европе ни в мире воспринимать как террористов зато им очень выгодно да они же они же не пропускают информацию никакую никакую поэтому откуда я не знаю что они там делают основные эти издательства эти допустим и каналы они вообще там мышь не пролетит а вот эти всякие мелкие которые приезжают что-то там пытаются вякать их там но я говорю я дошла до того что я своим мусульском что ты мой идеологический брат поэтому мы с тобой больше на политические темы не разговариваем потому что будет в тюрьме лететь и в итоге мы с тобой до какого состояния дойдем не знаю знаете как у нас этот наполевод в холодильнике о вот это серия сейчас Петр I спасает вот этих солдат и матросов да он сейчас простынет и будет померой ужас неужели такое время было не было даже этих антибиотиков чтобы просто спасти его от просуды от этих фрукты где-то там были только фрукты не положила вовремя сейчас кто захочет попить поешь а я отдыхаю сижу все бегают все бегают я убегалась ты не убегалась ты вообще упарилась я считаю у вас у вас столовая это очень как норально вы их подключают у вас вы столовую держите интересно не они они почему-то не хотят вообще воспринимать никакой никакой вообще оценки России вообще никакой и только пока бомбы не шарах ничего не доходит впечатление такое оценить они должны они не за Америку неужели так просто было что Америка скидывает свое старое вооружение конечно а потом раз она начала скидывать свое вооружение эти причем а здесь у меня так скидывает Алирика с себя я пусть уставил обзамен его или нет а оказывается я не знаю не знаю вы же платите деньги мы его заменим холя я говорю сейчас Путину Андрюш ты чай принимаешь а когда они уже сладкая жизнь пришел на поле сладкая жизнь да за качество не ручаюсь давно не пекла сейчас все тут такое сейчас так я приношу что я приношу накалу вот эти два ножика и тарелочки тарелочки тимка оттуда достать а эти рубят а когда уже извините взорвали тут уже думать не надо тут уже наяву все тебе сказывают ты все и тебе специально заработали чтобы ты вообще эти все свои работы производил огромную стоимость а мы тебе еще и будем давать газ и нефть четырех раз уже все на виду ну тупой как говорится и то разберет нет а мы им слово дали а мы здесь как говорится не в России покупать мы будем согласны покупать чай да чай важный чай это важно до такой тупости который а скин пропагандировали а тимур ты где-то там маленькие ножки до туда до россии пошла поэтому 20 тысяч пинат они сами себя поставили про это я не там шесть а надо семь нам еще одно что не а вот где твой телеграмм телеграмм зарядки у нас с тобой там есть секретный чат да мы с тобой имеем секретный чат вот это вообще как оно должно использовать почти никто его не ставит автоматом да то что твои не прочитываются а так вот не должны естественно они открытым текстом идут во первую очередь сам телеграмм и если у них попросят они все могут показать то что это идеологически у вас и может быть хочешь а ты не взял разрешение они делают то же самое у них если человек хочет но в переги экономики опять выбор есть хорошо ну вот в общем я прочитал производить будем мерзнуть но зато российского у нас когда боятся азиаты африканцы я понимаю политика пошла буквально 100 грамм не хватает для политики а мы вас развалим чтобы писали под наши души давайте как мы ничего не ничего не ну Танечка вот мы теперь знаем что тебе надо дарить какие-то буквы не буквы чашки чашки ой у меня чашки есть подожди я сейчас принесу я купила конец Андреан еще не видел ты тоже еще не видел не 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 а я вот поэтому говорю Таня что ты в этом доме никогда не видела я чашек чайных а вот оказывается есть у меня американских душей ну ладно еще вот такое недавно я услышал популярный французский все равно и они в общем все равно чашки есть сразу чашки раз в день тебе да 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 красиво и и все в день все в день в день в день 2 минут как вот осталось летний только Таня даже чашки вот сейчас купила на шестерском сервисе. Я бы даже Колю не видел. Все есть, все чашки. Это вроде как подарок сыну. Меня удивляет то, что политика продолжается. То, что они обязаны видеть, да? Извините, я красивенький. Ой, какие красивые, слушай. Они работают. Ух ты, это вообще какие-то бокалы. Какая ты молодец. Замечательная. Что ты купила? Ой, какая красота. А у Кольки свой есть. Вот сюда. Ага, вот. Вот другое дело. У нас прям... А ты где? Ты ж не видел. Крошка там бегает. Горы маршруты не поменял? Да. Горы маршруты? Да. Нет, я отчеркиваю это. У нас на видео рождение. У меня стандартное дело. Усложнять не хочу. Уйдеть. Попроб во всех странах практически. Дальше усложнять, это уже беспрохно. Дура над дурь. Зачем что-то делать? Попроб надо вообще принять отдохнуть. Недавно там вроде перестреливались, нет? Таджики с киргизами. Так, где у нас, что у нас тут это, что где мы завариваем вообще, что мы завариваем. Танюш, Батик это... Кто это сказал? Я не видел. Мы больше тостов не произносим. Я говорю, что я... Что туда завариваю? А? Как хочешь. Мне все равно. Вот это вот сфотографировать и выставить как картину. Нет. Вот рисуют вот эти фрукты всякие. Слушай, это вообще ваза у тебя такая. Просто вот... Война, я же. Война. Как говорится, крыша съепла. Ну это, чтобы казалось. Прямо кружевная, кружевная. Как вот это, знаешь, как из этих. Красота. Красота. Угу. Сверху. Так, Танюшка, довезай. Зачас начала. Что же может оказаться? А вот, кстати... А я думала, что вот такая красивая посуда. Кто же ее покупает? Вот иногда вот смотрите. Такие больные, как я. Да. Мне кажется, вот Танюха, смотри-ка. Смотри, какой прелесть покупает, а? Да. Ну вот она любит, она любит. Угу. Ну, я вчера чуть вазочку еще одну не купила. Ну, мужик точно меня придет. А ты прям про что ему говоришь, да? Торт и вот эта самая красота. А, Коль, где там твои лопаточки? Да. Надо крутить его надо. Я никак не могу. Давай вместе. Куда? В двух сторон. Не надо. Я к тебе. Вот. Я к тебе кручу. Вот. Все, слизываем. Ладно, ничего, ничего. Пальчиком. Ладно, ничего, ничего. Вот, какая красота. Так получилось. Красота. Да. Это мы пока несли из магазина. Какие тут фигуры. Слушай, а смотри-ка. Не-не-не, сейчас он не из магазина. Это сейчас. Вот мы снимали крышку. Угу. Слушай, какие эти. Тут какие-то эти самые. Обалдеть. Какие-то палочки. Тут какие-то фигуры необыкновенные. Тут краковины. Морские. Наши это, значит, вот годик был девчонке, я же говорю от пятого. Они, значит, куда ходили? Внучки. Внучки. Значит, это, ну... Таня, сколько у тебя внуков? Две девочки. Вот это годик, и вот это все семь лет пошла, которая вот... В Сиднее? Нет. Нет. Это в Москве, которая. Который вот у меня в 36 лет женился. Вот девчонке сейчас семь лет исполнилось. Она в школу в первый класс пошла. А так у нее, у него две дочки? Нет. А у такого? Нет. У него одна дочка. И вот годик, который в Сиднее, в Канбере. А-а-а, вот это ты не можешь отослать ничего. Да, ничего не может годику. И вот они пошли. И вот, значит, там океанариум такой, они видео прислали на этот... И там, значит, акулы вот так, да, такие огромные. А она вот стоит вот ручонками там, ну, так держится, ну, годик. И вот ей мать говорит, эта самая галочка наша, смотри, какая акула, большая! Там, значит, там акула, а-а-а-а-а. А-а-а-а-а! Там, значит, это самое. Потом, значит, опять, акулы! И вот без конца, то одна акула, то другая проплывает. Ну вот, видимо, они там, как это самое. Вот. И это Галюся наша, она говорит, акула, а-а-а-а-а-а! Вот так вот, за руку. Я говорю, ну, мы смеемся. Приучаю, там же у них это акула, как лучший друг человека. господи но я имею ввиду в кавычках да вот недавно где они на этот на этом пляже ничего не бояться понимаешь там как только ампутантов вот этих вот ужас у кого-то покусано у кого был руки и у кого пол ноги эти ворваться молодые значит это самое значит ходит на вот этих вот так но такие протезы живот есть это или рука протеза и вот они это как считаются герои чем больше тебя акула покусала тем ты это самых более совсем сажрала вот совсем сажрала вот значит у него уже стали это в седнее значит такой вот небольшой пляж вот типа нашего на комсомольского озера да вот такой вот там в седнее значит где-то чего-то и у них там вот этот профессор наш сукочев-то этот ташкентский который вот всех этих математиков ташкентских собирает вокруг себя вот этот федор анатольевич вот у него дом как раз он вот и купил чтобы рядом с этим пляжем он горит в любое время но в смысле в любую погоду ходит и зимой и летом на этот пляж рядом дом ну какой-то многоквартирный ужас вот купается купая вдруг вот это было недавно сообщение вот чуть ли не это самое чтобы не его съели слава богу в общем какой-то мужчина и вот все говорят и показывают даже по нтв показывают эти делятся и мы знаем этого мужчину он говорит каждый к ну на английском а перевод начну он горит каждый день ходит он тут тренировался и все время это вот он тут завсегда и вот наши галюси они сейчас другом городе вот она говорит мы давай ему звонить думали федор анатольевич он горит к каждый день там на этом пляже но он такой такой спортивного вида такой бодрячок же дабы бодрячок да но он такой молодой мужик 62 года не старый или с первой очереди мы что-то готов говорит у нас сердце ёкнуло думаю неужели то он какой ужас вот оказался какой-то мужик помоложе он тоже там живет в этом же районе тоже все второго года это же русский его съем нет он в общем короче говоря он готовился какому-то заплыву и причем даже как тренер он значит тренирует вот этих кто-то ныряльщиков там туристов чуть ли не это сам он значит заплыл чуть дальше чем положено и вот уже заснимали даже вот эти рыбаки там которые на лодках сидят как его жрала эта акула и в общем короче его выкинула там не знаю чуть ли не на носом нет носом его наверно подкинула вот так какая-то крупная акула и он чуть ли не на там на 2-3 метра из воды это все на видео снимаем и потом она вот так пояс открыла его просто раскусила на пополам а потом где-то руку ногу там это сам короче вот и потом его показывают дальше вот уже нас не его показывают а его это со мной такой как это путь путинская при престаревший мужик уже как но не престаревший но поздний женишок такой и какая-то китаянка и вот она плачет значит вот мы вот это только хотели пожениться вот мы даже как у нас типа свадебного этого было ну чё там помолвка или что-то такое значит эти мужичком да вот и вот и и значит их фотографии что они такие радостные вроде как и на пляже и вот он такой вот преуспевающий тренер и аквалангист и не знаю чё и вот его акулы вот на этом little bay и вот после этого тот федор анатольевич вот прошло сколько уже месяца 3 да хорошо о горе крапил ногой туда на этот пляж не ходит все мы говорим он ходит нет нет он численно психологически вот они любой бухте могут появиться раз они там плавают разочи отреживают со спутника это говорит и вот редко такие вот акулы вот она вот один раз со спутника но ее так и не поймали нигде потом еще кого-то она там сожрала да что-то несколько вот таких нападений будет путинская форма да но но мы смею но это видео то уже по одной ягоды не трогайте андрюху этого нашего чтобы не понимать уже не понимают на эту тему начиная шутить не воспринимает